Всем привет, с вами Алекс, канал Георгий Лаб. Сегодня в геомагнитной погоде начнем с геомагнитной обстановки. Но смотрите, вот дошло еще раз до желтого уровня, такой короткий. Похоже, что уже все возвращается наконец-то в норму. Хотя нас светили, конечно, здесь активные зоны, вот три штуки. И, конечно, вот мы смотрим на эту дыру, которая повернется вообще может до экватора. Смотрите, от полюса до экватора. Такая здоровая дыра. Так что, скорее всего, к выходным это все придет в виде солнечного ветра. И будет очередное геомагнитное возмущение. Смотрим на статистику. Ну, так и есть. 5,6 активных пятен. Кстати, смотрите, прямая линия стала. Здесь как-то активность, похоже, начинает уменьшаться. То есть, какой-то был эпизод вчера такой повышенной активности. И сегодня уже, ну, так, на уровне Б держится. Более-менее спокойно становится, успокаивается. Смотрим, какие новости. Ну, вот наказали, кто действительно сможет переселиться на Марс. Это грибы, плесень и бактерии. Вот здесь вот в этой статье разбирается. Из чего интересная статья. Здесь разбирается последний ледниковый максимум, который был 26-19 тысяч лет назад. И гораздо больше, чем ранее представляли. Вот. И что самое главное, несмотря на это, она носила вполне такой локальный характер. Хотя я не совсем согласен, потому что Альпы однозначно были под ледяным щитом, как сейчас вот в Гренландии. Ну, здесь вот правильно, что они Великобританию показали под ледяным щитом. Ну, почему Альпы без ледяного щита? Вот это и, кстати, вот юг Германии. Да все, вот сюда Альпы, вот эта вся территория, она была под ледником тоже. Считаю, что эта статья не совсем корректна. Вот. Здесь на примере США разбирается ледниковый период, как все было. И что самое интересное, что как раз заморозка доходила до Техаса. Так что, ребят, вам это ничего не напоминает. Кстати, как раз академик Ран какой-то выступил и заявил, что приближается Матишев. Не знаю, если честно. Геннадий Матишев. И он сказал, что приближается ледниковый период, а не глобальное потепление. То есть потеплельщики, они сильно ошибаются. Вот, кстати, я считаю, что периодически вот такие ситуации возникали в истории Земли, когда то потепление, то похолодание, то вот такая резкая поляризация. Но все-таки все идет вот в сторону постепенного высушения, в сторону Марса. Почему? Потому что, смотрите, вот здесь изучали индийские влияния мусонов. И здесь, смотрите, они пишут, значит, климатический оптимум, теплый период, опять романский теплый период, средневековая тепловая аномалия, вот, ну и современное потепление. И, кроме того, они здесь перечислили все вот холодные периоды, которые называются темные века, холодный период, вот, или бы малоледниковый период. Вот видите как? Так что все это проходили. Но вот сейчас вот, несмотря на это, ученые развивают систему, как адаптироваться, как прогнозировать как раз вот эти сильные дожди, которые происходят в Средиземноморье и вызывают там размывание, мощные оползни, там, разрушение этих мостов. Вся Италия уже скоро без мостов останется. У них каждый год там по нескольку мостов падает. Ну, давайте посмотрим новости, значит, вот, Германии побиты рекорды, непогода, на востоке Китая зацвела сакура, а сегодня утром мы уже разобрались, что туда уже мороз идет, то есть она расцвела, как расцвела, так отцвела, называется. Ну, и отепель в Восточную Европу приходит, наконец-то, навстречу морозам. Вот, смотрите, в Европе очень тепло. Вот в Гамбурге побито 22 февраля 21,1 градус, вот, потом, соответственно, здесь, смотрите, перепады минус 22,9 и потом плюс 21, 40 градусов. Да, в Геттингене 41,9 градусов перепад за одну неделю. Вот этот вот рекорд поставлен. Ну, и в Астрии тоже обновлены кое-какие рекорды, в Лехтинштейне, и в Польше тоже попали сюда. Ну, потому что это хорошо мы рассматривали. Вот эта волна идет с Африки, сюда идет холод, и он выдавливает вот этот горячий воздух практически с экватора, вот сюда, вот, в Европу. И поэтому происходит такая вот тема. Ну, видите, это периодом. Вот здесь была теплая погода в этом Геттингене, в Германии, да, потом раз, ушло вниз, сильные морозы, а потом раз, и опять рекорды. Вот так вот, вот такие дела происходят. И плюс вот такой вот пейзаж, то есть марсианские пейзажи, мы уже наблюдаем, наверное, пятый день сегодня. Вот, то есть солнце, оно как бы светит, ну, через дымку, через такую вот, и все в каком-то желтоватом таком оттенке. Вот, ну, такого песка сильного нет, как было две недели назад. Но все равно, вот здесь, пожалуйста, на снегу видно, что все-таки что-то там осыпается, и солнце вот такое вот, да, как марсианское в горах тоже типичное такое, вот как марсоход снимает. Вот, 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 вот такие вот картинки и получаются. Ну, и почему это происходит? Видите, вот этот поток идет с юга, да, и вот он засыпает как раз, и доходит даже до Финляндии. А оттуда идет более холодный воздух, вот сюда вот, с облачностью, с осадками, которые стремляются, вот Краснодарский край, сегодня очень холодно было там, и вот здесь как раз пишут, что ошиблись, потому что обещали минус 4, а было минус 14, а днем максимальная температура была минус 11, то есть прогрева вообще нет. Представляете, как это быстро вообще на такой широте, как быстро практически весной уже лишить подогрева, да, просто за счет облачности. Ну, и рекорды температуры, конечно, поставлены. Вот, и в Архангельске тоже очень холодно, минус 35 градусов практически, в Рыбинске, смотрите, тоже под минус 35, Владимир за минус 30, да, в Казани, Коломне, Перми, Ижевске, Илабуке, Самаре минус 30, вот, и Балашове минус 26,1. То есть отличились по полной. Ну, вот в Челябинске трамваи не хунят, а на больный мороз, метель, ветер сильный, в Курганской области до минус 36. Смотрите, в Волгограде минус 25,1, и, смотрите, ни одной снежинки нет. Волга замерзает. И все пишут, что плывет, все эти льды плывут в Астрахань, где Волга встала. Ну, давайте, смотрите, Астрахань, и не обманулись, смотрите, все стоит, все, Волга встала, представляете. В конце февраля все, Волга покрылась льдом намертво. Ну, а что говорить, вот, если в Тбилиси выпал снег, минус 2, там, Баку рассказывали, сегодня минус 4, да, там тоже очень холодно, и теплые полевые курки, кухни стоят. Вот, в Санкт-Петербурге, смотрите, как меняется погода, с минус 24, да, плюс 4 будет завтра. Вот такой вот, еще и ливень. Ну, о чем удивляться, смотрите, вот, идет, пожалуйста, в Белоруссии, в Гродно уже плюс 10, в Виноградове вообще до плюс 15 обещают. И, кстати, вот тоже, видите, такой закат марсианский, вот с такой вот, с пылью видно, что и туда тоже дошла пыль. Ну, здесь рассказывают про Москву, что снежный покров, конечно, будет уменьшаться очень сильно, как это в Гродно было, да, там, на 10 сантиметров каждый день уменьшается, пожалуйста, и то же самое будет в Москве. Вот, ну, вот перепады очень сильные, и, соответственно, сильный снегопад будет вот в этой зоне, гололед, возможно, какой-то период, но потом все перейдет в оттепель. И эти перепады также, смотрите, и в Штатах происходят. Вот, пожалуйста, Даллас, штат Техас, минус 18,9 было, да, 15 февраля, 23 февраля, плюс 26,7. Как вам такие перепады? Вот так-то, вот. Ну, а на севере еще холодно, вот видите, Ниагарский водопад у них полностью замерз, то есть там морозы на северо-востоке США держатся такие нехилые. Вот, ну что, вроде бы все разобрали, все новости, да, вот оттепели туманы идет в Черноземье, снежный буран, вот, как раз разобрали, да, и обледеневший Ниагарский водопад. Ну что, на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих новостей, какие у вас, как вы справились с морозной этой волной, вот, как пережили, и какие у вас ожидания от прихода весны. С вами был Алекс, канал Береглапши. Отличного поражения!